Данное видео не призывает к насилию. Видео создано с научной образовательной целью. В видео присутствуют сцены препарирования мёртвой змеи, поэтому если вы впечатлительный человек, просьба прекратить просмотр этого видео. Привет! Я думаю многие из вас ожидали этот выпуск. Совсем недавно к нам в руки попал вот такой контейнер с мёртвой змеёй. Вообще мы даже никогда не думали, что будем снимать подобный выпуск, но нам написали на почту с предложением дать мёртвую змею. Вернее так просто её давать нам не хотели, а попросили за неё символических 100 долларов. Затем продавец этой мёртвой змеи на время пропал. Ну а ещё немного позже он позвонил и сказал, что хочет за неё 200 долларов. Такой шанс упускать мы конечно же не хотели, поэтому согласились на его условия. Змею он передал в замороженном виде. И когда я её держал в руках, то казалось, что она весит не менее полкило. Но весы по какой-то причине показали совсем странный вес. Когда я начал детально изучать эту змею, то мне казалось, что она жива. Ведь змея не имеет век, чтобы закрыть глаза. Ну а с открытыми глазами создаётся впечатление, что она смотрит на тебя. Для того, чтобы начать её препарировать, мне необходим небольшой набор пинцетов и конечно же набор скальпелей. Когда я спросил у этого владельца, как погибла эта змея, он сказал, что не в курсе. Добавил лишь то, что утром пришёл на осмотр своих змей и нашёл одну из них мёртвое в своём террариуме. Как только я открыл пасть этой змеи, я сразу захотел посмотреть на зубы. И действительно, зубы у этой змеи огромные. И опять кто-то звонит. Да, слушаю. Ты слышал про компанию OneWin? Да, конечно. А ты знал, что у компании OneWin появились инвестиции? Нет. Понял. Сейчас расскажу. Вы наверняка тоже слышали о компании OneWin, которая с нами уже с 2017 года. Так вот, OneWin создал первый инвестиционный проект, позволяющий зарабатывать на инвестициях в беттинг-бизнесе, объединяющий капитал частных инвесторов, знания и опыт лучшей в СНГ команды аналитиков в сфере беттинга. А теперь я объясню, как всё работает. Для начала, чтобы вы знали, что это никакой не скам, так как компания уже давно себя зарекомендовала и дорожит своей репутацией. Итак, показываю. Вы инвестировали свои средства. Инвестировать можно от 100 рублей. Далее OneWin вкладывает привлечённые средства в рекламу на всех возможных источниках трафика для привлечения игроков и глобального развития платформы. Именно на этом строится заработок компании и инвестора. Инвестор получает неограниченный и стабильный еженедельный доход от общей прибыли букмекерской компании с закупленной рекламой, пропорциональной сумме инвестиций. А заработок от инвестиций поступает прямо на баланс. Я уже инвестировал. Рекомендую вам долго не ждать. Инвестировать вместе со мной, так как чем больше вы ждёте, тем больше дохода можете потерять. Ссылку я оставлю в описании. Ну что ж, продолжим. Эта змея называется Куфия. Ну а по-другому их называют ещё Копьеголовые змеи. Это род ядовитых змей под семейство ямкоголовых семейства гадюковых. Я, конечно, могу ошибаться, но то, что я знаю, так это то, что таких Куфий по миру около 20 видов. Но это только те, которые я мог бы знать. Перед тем, как её препарировать, необходимо надеть средство защиты. Ну а сейчас я показываю внутреннее строение органов этой змеи, которое вы могли бы детально изучить, нажав на паузу на этом моменте. Я, кстати, знаю, какую Куфию вы наверняка видели хоть раз в своей жизни на картинках. Если вы её видели, напишите в комментарии, что видел. Это зелёная змея яркого окраса. Я думаю, многие из вас видели эту яркую зелёную змейку на разных видах фотографий. Как только я вскрыл эту змею, то в нос мне ударил резкий запах, который был явно неприятен. И респиратор не особо спасал. Сейчас я разрезал самую толстую часть этой змеи, где находится желудок. А затем вскрыл и сам желудок. На этом моменте меня очень сильно тошнило. Ведь запах из этого желудка был настолько резким и неприятным, что я с трудом мог продолжать работать. Масса, находящаяся в желудке, конечно, мало что могла сказать. Но это только на первый взгляд. А если присмотреться, то можно заметить мелкие перышки. И это говорит о том, что эту змею чаще всего кормили замороженными цыплятами. И, быть может, этот цыплёнок и стал причиной гибели этой змеи. Ведь неизвестно, в каком качестве он попал к этой змее на кормёжку. Ещё я заметил, что у этой змеи очень много жировых прослоек. Я, конечно же, не эксперт, но мне кажется, что эта змея, возможно, страдала ожирением. Ближе к концу хвоста змеи я нашёл жёлтый мешочек, в котором находились какие-то камни. Я пытался найти в интернет хоть какую-то информацию про эти камни. Но, к сожалению, вообще ничего не нашёл. Поэтому, быть может, и даже эти камни могут стать причиной гибели этой змеи. Как минимум, три версии у нас уже есть. Рёбра этой змеи чем-то напоминают рыбные рёбра. Внутри также просматривается кровеносная система. Ну и сейчас вы видите тонкий кишечник, который можно увидеть на картинке, которую я показывал ранее. Ближе к позвоночнику этой змеи находится что-то похожее на сухожилие. Конечно, я не профессионал и точно не герпетолог, поэтому явно могу в чём-то ошибаться. Вот тут некая жидкость, напоминающая жёлчь. Вы только посмотрите, какое большое количество жира находится в этой змее. Ну а ниже расположен, скорее всего, жёлчный мешок. Глядя на это всё количество жира, которое мы достали с этой змеи, у меня создаётся впечатление, что змея действительно страдала ожирением. Оказывается, ожирение у змей может вызвать жировую дистрофию печени, бесплодие, дистоции, поражение артерии и почек. То есть, благодаря ожирению этой змеи, можно только гадать, сколько болячек у этой змеи могло быть. Но, конечно, это же не заразные болезни, которые могут навредить кому-либо другому. Вот, кстати, печень этой змеи. Честно, я не знаю, какого размера должна быть печень, поэтому судить что-либо об этой печени я не могу. Ну а вот находится и мотор этой змеи. Это сердце змеи. Я никогда не видел сердце змеи, и тем более не знал, какого оно размера. Но располагается сердце немного выше печени, а ближе к позвоночнику змеи проходит кровеносная система. Если присмотреться, то под позвоночником этой змеи можно увидеть трахею. На данном моменте я не могу рассмотреть детально кровеносную систему, но мне показалось, что она состоит из трех, либо четырех артерий. Вообще, кровеносная система змеи имеет два круга кровообращения. Малый и большой. Малый круг – это легочная артерия, которая отходит от правой стороны желудочка и несет в легкие венозную кровь. Обогащаясь кислородом, кровь возвращается по легочной вене в левое предсердие, откуда попадает в желудочек. Куфия, которую мы сейчас изучаем, называется плосконосой. На вопрос, ядовита ли это змея, я смело отвечу, что да. Для этого вопроса мы позвали нашего эксперта, который, кстати, может питаться не только гадюками, но и даже падалью. И, кстати, да, ежики периодически ловят гадюк для того, чтобы ими питаться. Судя по всему, ежику в нос ударил запах этой змеи, а точнее запах ее внутренностей. Сама змея не имеет испорченного запаха. Да и в природе ежи сами решают, что им есть, а что не есть. Ну и вот наш эксперт решил изучить также эту змею. Я не знаю почему, но ему больше всего было интересно кожа этой змеи. Еще немного позже он нанюхал какой-то жирок с этой змеи. Но много такого жира ежу давать точно нельзя. Поэтому эксперта мы забрали от этой тушки змеи. Ну а теперь поговорим о том, что будет, если такая змея укусит человека. Либо если я случайно уколюсь об зуб этой змеи. Во-первых, я нашел небольшую кость, отвечающую за выброс этих ядовитых зубов. Сейчас как раз можно хорошо увидеть, как эта кость работает. Скорее всего, эта кость приводится в движение какими-то группами мышц. Еще одна связка мышц отвечает за стимуляцию ядовитых желез, которые затем по каналам выходят с зубов этой змеи. Так вот, плосконосая куфия обладает гемотоксичным ядом, вызывающим кровотечение и некрозы. Список возможных симптомов включает в себя сильную боль, отек, кровотечение, появление пузырей и некроз тканей. Яд может представлять угрозу жизни, поэтому в случае укуса необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью. Ну а сейчас я решил вам показать, как выглядят некоторые части змеи под микроскопом. Вот так, например, выглядит небольшая частица печени этой змеи. Вот это та самая желтая каменистая субстанция. Как по мне, она чем-то напоминает мелкий гравий, но это явно не он. Вот это еще одна часть ядовитой железы и яд этой змеи. Ну а вот так выглядит небольшой тонкий срез сердца этой змеи вместе с кровью этой змеи. Вот так выглядит чешуя змеи. Ну а это ядовитый зуб змеи. И если присмотреться, то можно увидеть канал, по которому яд проходит через этот зуб. Ребят, на этот выпуск мы потратили много сил и времени. Я надеюсь, он был для вас чем-то интересен и действительно познавателен. Ну а если это действительно так, то обязательно поставьте лайк на это видео. Напишите свои варианты, из-за чего эта змея могла погибнуть. А также, если хотите продолжение этой рубрики, напишите в комментарии слово «Хочу». А на этом у меня пока все. Всем пока.